Хей, всем привет! Сегодня у нас story time, а нетипичная художественная тематика, как обычно. Дело в том, что на данный момент, то есть на момент записи этого ролика, я готовлюсь к приезду Перпин и у меня нет времени сделать что-то более сложное. Я все еще планирую закончить тему дизайна персонажей и прочее из того, что я начала, но не закончила, но сейчас, увы, просто нет времени. Ролик выйдет, когда Перпин уже уедет, так что скоро мы продолжим опять художественные темы и прочее, прочее, прочее. Если вам интересно, то фотостусовки будут в моем инстаграме, потом, может, даже залью в личный инст, только надо вспомнить, как туда зайти, вот как бы бёрд. А сам ролик с лицами, влогом и ответами на вопросы выйдет на 100к на общем канале, так что, если вам интересно, обязательно подпишитесь, чтобы ускорить процесс выхода ролика. Ну, а мы начинаем story time. Как вы уже заметили по названию, это довольно странный story time. Дело в том, что этой истории уже год, и как раз потому, что ей недавно использовался год, я вспомнила про неё. Итак, у меня дома есть кошка, и её зовут принцесса. Не знаю, чем я думала давая ей такое имя. Теперь она очень выпендрёжная, наглая и при этом милая одновременно. Ну, в общем, делает всё, что ей дозволено, по большей части. В любом случае, это чисто наша кошка, в том плане, что я родила кошкой родителей, и мы её забрали домой. Но всё могло быть по-другому. Мои родители, они живут в деревне, им там удобнее, им там нравится, у них там свой большой дом, у них хозяйство, там коровы, гуси, птицы и вот эта вот вся живность. Там же живут наши два кота, точнее, кошка и кот. В прошлом летом кошка родила двух котят, и поскольку их было всего лишь двое, было решено их раздать. Все вы знаете, какая судьба у деревенских котов не самая радужная, особенно с котятами. Так что этим очень-очень повезло. И среди этих двух котят была как раз моя принцесса и вот этот чудесный рыжий кот. Он был супер-мега ласковым, хорошим, и я, как его увидела, поняла, что просто влюбилась, хочу забрать домой. Да, мелкая кошка тоже была прикольной, как и все котята. Я относилась к ним абсолютно одинаково по большей части, просто больше проявляла симпатики именно к нему, потому что я хотела его забрать. И мне пришлось ездить чуть чаще, чтобы кот привык ко мне, я как раз смогла его завести в город, приучала его к рукам, ну и прочее-прочее. Мама была не особо против, ну, правда, ей не нравилось, что я хочу забрать именно кота, потому что она переживала, что он заметит всю квартиру. Мне было пофиг, это дело было последнее. Итак, в общем, наступает конец лета, время забирать его домой. У нас собралась на даче вся семья, все тетки, дяди и их дети, очень-очень много человек, потому что мы собирали картошку в тот период времени, а поле у нас очень огромное. У нас было тогда около 15 человек, и мы все равно собирали ее больше 5 часов, настолько это муторная и тяжелая работа. И за ужином одна из моих теток все говорила, какой хороший это котик, такой он красивый, рыжий, сладкий, вот бы мне такого. И при том, что у нее дома есть кошка абсолютно не ручная, она и к хозяйке-то не очень любит вылазить, ну, вот такое вот животное. Я ей раз семь сказала, что кот мой, я его завтра утром забираю, вот уже переноску привезла, он уедет со мной. Она все говорила, ой-ой, хорошо, я аж просто хвалю его, котенок-то вон какой ручной. Конечно, он ручной, я же все лето ездила к нему и тискала, приучала к рукам, ну, неважно. В общем, после ужина я ушла спать, попутно еще раз напомнив, что кот едет утром со мной. Когда я проснулась и поела, я пошла искать кота, но нигде не могла найти его. Очень сильно переживала, что с ним что-то случилось. Пошла к маме, и она сказала, что без понятия, где кот, потому что утром он на завтрак пришел, все окей, наверное, где-то спит, типа едь домой. Заберешь на следующей неделе. Ну, недели больше, недели меньше, мне, ладно, пофигу, уехала я. Проходит неделя, я приезжаю опять к родителям, и кота снова нет, иду к маме, и знаете, что оказалось? Да, тетка украла кота, буквально украла, потому что она не спросила разрешения даже у моей мамы, и просто утром увезла его. И только вечером сказала ей, что вот, кота забрала, типа с ним все ок. Поскольку у маме было по большей части пофиг, ей бы просто этого кота куда-нибудь деть. Так что она сказала, ладно, забирай, пофигу уже, и забила, и уже когда я приехала, вспомнила этот разговор. То есть, да, целую неделю я у нее спрашивала, все ли ок с котом, она говорила, да, да, ок, все. А потом оказывается, что она мне врала. Ну, неудивительно, потому что она понимала, в каком шоке я буду, и да, я была просто в неописуемом шоке, это был просто кошмар. Я была в диком офиге, и всю ночь я проревела, потому что, ну, камон, это был буквально мой питомец. Я его приучала к себе, я ему дала имя, я его хотела забрать, и я кучу раз сказала всем, что я его заберу. Но при этом у меня его украли. Мелкую кошку никому не пристроили, и было решено мной уже, что я ее заберу, потому что она тоже милая, все в таком духе. И, конечно, отчасти мне было пофиг, какого кота забрать, просто сердце лежало, так сказать, не к ней. Но, в любом случае, я абсолютно не жалею о своем выборе сейчас. Думала, так и должно было произойти, потому что наша кошка абсолютно чудесное животное, хоть и вредное, а кот вырос большим таким распиздяем. Но, как говорится, кто в этом виноват, навряд ли в этом виновата я или сам кот. Скорее всего, его просто дули в жопу. Такое бывает. И можете не писать, типа, вот, я плохой человек, вот ты выбрала любимчик, камон, ребят, так в жизни происходит. В любом случае, я поступила верно, что забрала ее, потому что иначе бы она попала к какой-нибудь деревенской бабушке. И просто бы, ну, если бы не страдала от голода, то как минимум от отсутствия внимания. Потому что все, кто хотя бы был в деревнях или жил там, знают какое-то отношение к животным. Их, конечно, любят, но не так, чтобы очень сильно. И сама суть истории как бы буквально в другом. Родственник, родной человек наплевал на чувства ребенка. По большей части, потому что меня в семье считают ребенком. Я сижу за детским столом на семейных праздниках, но не важно. Ну, в общем, вы поняли. И просто вот эта женщина украла у меня кота. Мне до сих пор интересно, а будь этот кот реально моим, жил бы в моей квартире, она бы тоже его украла. Что за наплевательское отношение к другим людям? Что за мысли, типа, ты уже взрослая, типа, достанешь себе другого? А я этого хотела, блин. Это, это просто стрёмно. При том, что ее дочь, которая была все время с нами, не проявляла такого интереса к животному. Ей было по барабану. Получается, она его взяла себе. В любом случае, мой котик чувствует себя отлично. Ее все любит, гладит, кормит. Она ласковая, просто любит повредничать и поиграть. Пишите свое мнение насчет этой истории. Были ли у вас такие чудесные, в кавычках, родственники, которым насрать на вас? Ну и, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на наш общий канал с Ферпи. Напоминаю про 100к видос. Подписывайтесь на мой паблик в ВК, Инст, Твиттер, на все ссылки, которые там есть. Включайте спонсорку на общем канале, потому что на этом ее нет. И всем огромное спасибо за то, что вы слушали. И всем пока.